Привет, я Эндрю Крэммер. Добро пожаловать на мой урок по созданию светового меча. Вот что мы сегодня будем делать. Это мой друг Сэм Лоя. Он всегда носит с собой этот меч, когда надевает костюм джедая. А еще хочу поблагодарить моего друга Ларри Костелеса за аутентичный световой меч. Итак, прежде чем я покажу, как мы будем создавать эффект светового меча, давайте я быстро покажу, как это предлагают делать на различных интернет-сайтах. Берем запись с Сэм Суинг и перетаскиваем его на кнопку New Composition. Затем создадим новый слой, выбираем Layer, New, Solid. Оставляем белый цвет. Затем устанавливаем Опасити примерно на 50%, так чтобы было видно изображение. Теперь увеличим, выбираем Paint Tool и прорисовываем форму вокруг светового меча. В принципе, вам достаточно обозначить 4 точки, хотя можно и больше. Затем на клавиатуре нажимаем букву M, выбираем Mask Shape и устанавливаем секундомер для ключевого кадра. Затем в следующем кадре мы перетаскиваем наши точки так, чтобы они совпадали с очертанием светового меча. И так для каждого кадра. Это хороший способ. И в конце нужно будет добавить свечение. Но все же, для среднестатистического фаната Звездных Фойн, этот вариант представляется нереальным. Даже при недостатке социальной жизни и общения, у вас вряд ли останется время, чтобы смотреть телевизор, коллекционировать игрушки, искать новый сайт и знакомств, потому что на предыдущем это не вышло. Сейчас, минуточку, я это все уберу. Вместо того, чтобы демонстрировать, как это делают другие, я создам достаточно простой в использовании пресет, с которым мы будем работать. Для начала удаляем этот слой, и теперь у нас снова первоначальная композиция. Снова создаем новый слой. Выбираем Layer, New, Solid. Назовем его Saber. Неважно, какой цвет. Главное, убедитесь, что стоит Make Comp Size. Затем ОК. Теперь выбираем Effect and Preset, Andrew Kramer, VFX. Затем мы видим функцию Light Saber. Перетаскиваем ее на наше изображение. И теперь у нас появился световой меч, с которым мы будем работать. Много чего есть на заднем плане. Но вам нужно обращать внимание только на Saber Controls. Сейчас я быстро покажу, какие здесь есть опции, и объясню, как они работают. Первая опция – это Show Glow. Включаем, и у нас появляется эскиз основы светового меча. Это удобно по двум причинам. Во-первых, его можно перемещать намного быстрее, а во-вторых, его гораздо лучше видно, что очень удобно при размещении точек. Небольшие промежутки гораздо лучше видно, нежели когда мы включаем Show Glow. Это намного облегчает покадровую работу. Следующая опция – Color. Можно менять цвет по желанию. Можно сделать доброго джедая, или злого, или что-нибудь среднее. Далее у нас есть Start Position и End Position. Вы сейчас видели, как я их передвигал. В принципе, все, что нужно, это выбрать имя Saber Control, и затем перемещайте эти две точки. Убедитесь, что вы разместили Start Position у самого основания светового меча, а End Position – там, где, по вашему мнению, он должен заканчиваться. Это будет важно, когда мы перейдем к следующей опции – Extend. Мы можем установить Extend на 0, или наоборот увеличить. Если включить Show Glow, то будет лучше видно, как это работает. Также у нас есть опция Thickness, с помощью которой мы можем менять толщину светового меча. Есть опция Glow, дальше Extra Glow, затем Shutter Speed и Light Flicker, которая дает эффект пульсации, и изображение получается более живое. Чтобы оптимизировать картинку, установим Light Flicker на 0, и Extra Glow тоже на 0. У нас получится симпатичный световой меч, который перемещается достаточно быстро. Но, конечно, Extra Glow и Light Flicker дают изображение интереснее. Теперь еще раз начнем с первого шага. Создаем новый слой. Выбираем Layer, New, Solid. Назовем его Green Saber – зеленый меч. Такое название удобно, если у нас будет несколько мечей. Скажем, в сражении. Убедимся, что у нас стоит Make Comp Size, и затем нажимаем ОК. Затем Effect & Preset, Andrew Kramer, VFX. Теперь возьмем и скопируем себе на компьютер этот пресет, в свою папку Effect & Preset. Не важно, какая версия у вас, 7 или 6,5, просто скопируйте папку Andrew Kramer. У вас появится примерно то же самое. Затем перетаскиваем Light Saber на наше изображение. Устанавливаем ключевой кадр на Start Position и кликаем на секундомер. И то же самое для End Position. Затем выбираем имя Saber Controls и видим, что когда мы перемещаем точки, цифры напротив Start Position меняются. Теперь выключаем Show Glow, что позволяет нам перемещать экскиз немного быстрее. Убедитесь, что четкое наложение Start Position на основе мяча, а End Position на его завершении. Затем, используя Page Up и Page Down, перемещаем наши точки. И поскольку у нас включен секундомер, на шкале времени отображается Start Position и End Position. Когда мы переходим к следующему кадру, мы снова выбираем Saber Controls и перемещаем Start Position и End Position. Это может и не самый идеальный вариант, но по крайней мере, вам не нужно будет перемещать 4 точки. Нужно всего лишь поставить Start Position и End Position на место. Если световой меч двигается быстро, вы можете заметить Motion Blur. Вам нужно наложить эскиз светового меча на эту размытость, так, чтобы он образовал прямую линию с рукояткой меча. И это будет ваша лучшая победа. Зачастую вы не будете видеть, где заканчивается меч. Когда вы закончите, у вас получится примерно следующее. Выключаем Show Glow, нажимаем 0 на клавиатуре и воспроизводим. Мы видим, что Motion Blur автоматически просчитывается при быстром движении. Это происходит благодаря выражению, которое я заранее задал, но вам об этом даже не стоит задумываться. Вы можете менять величину Motion Blur, выбрав Saber Control, Shutter Speed. И если мы уменьшим значение Shutter Speed, то Motion Blur уменьшится, и наоборот. В общем, здесь можно поэкспериментировать. Это может показаться слишком, но если воспроизвести, то это выглядит достаточно гладко. Все зависит от того, что вам нравится. Мне нравится, как это смотрится при значении порядка 40. Движение получается очень гладким. Надо заметить, что это как раз достаточно, чтобы закрыть Motion Blur на реальной картинке. Это смотрится действительно неплохо. Давайте попробуем синий цвет. Воспроизведем. Замечательно. Теперь, если вам нужно добавить еще один меч, создаем новый слой, New Solid. Называем его Red Saber, красный меч. Выбираем пресет, Light Scribe, перетаскиваем его на наше изображение, меняем цвет на тот, который вам нужен, и просто совмещаем Start Position и End Position с основанием светового меча второго персонажа. Конечно, если световые мечи пересекутся, они накладываются друг на друга, что не очень хорошо. Поэтому меняем Transfer Mode для тех слоев, на которые есть световые мечи, на Lighten. Это позволит им пересекаться, но не сильно влиять на цвет друг друга. Если выбрать Add, то получится немного грубовато. Если выбрать Screen, то тоже не очень. Поэтому мне кажется, что Lighten Mode замечательно подходит для создания данного эффекта. Надеюсь, мой урок оказался полезен. Меня зовут Эндрю Крэмор, спасибо за внимание. До встречи. We have a bunch of great video tutorials and video products, so check us out. Thanks again, and we'll see you next time.